Раз в неделю готовлю так овощи и не думаю каждый раз, что приготовить. Хранятся они прекрасно в холодильнике, подходят к любому гарниру. У меня кабачки, но их можно заменить баклажанами, а тыкву можно заменить морковью. Для начала возьмите кастрюлю объёмом 3 литра. Налейте в неё 1 литр воды. Добавьте душистый перец и перец горошком. Столовую ложку соли и столовую ложку сахара по желанию. 3 штучки лаврового листа. Поставьте кастрюлю на огонь, тем временем займитесь овощами. Кабачки нарезаю кружочками. Половинку небольшой тыквы нужно очистить и нарезать произвольными кусочками. Тыкву кладу в закипевший маринад. Туда же кабачки, чеснок, зубчики чеснока я просто разрезала пополам. 1 репчатый лук и 2 штучки болгарского перца. Перемешиваю и накрываю крышкой. Далеко от кастрюли не отходим. Как закипит, варим ровно 3 минуты, не больше, чтобы овощи не превратились в кашу. Через 3 минуты наливаю столовую ложку растительного масла и 4 столовые ложки яблочного уксуса. Опять довожу до кипения и сразу же снимаю с огня. Осталось разлить в ёмкость для хранения. Самая подходящая ёмкость это литровая стеклянная банка или лотки из стекла. Ждём, когда полностью остынут овощи и храним в холодильнике. В любой момент можно достать и съесть на бутерброды или к любой каше или картошке. Очень удобно. Овощи получаются ароматные. Маринад вкусный. Сахар можете не добавлять, но я добавляю для баланса вкуса. Овощи мягкие, легко жуются. Тыква вкусная, понравится даже тем, кто не любит её. Я готовила этот рецепт с баклажанами. Вместо кабачков брала баклажаны. Получается ещё вкуснее. Только баклажаны нужно предварительно подготовить. Для этого их нужно очистить от кожуры, нарезать и дать стечь жидкости. Тогда они не будут горчить. Пробуйте. Всем спасибо за просмотр. Встретимся в новых видеороликах.